добрый день речь является визитной карточкой каждого человека также как одежда прическа потому как человек говорит можно сказать об о нем все какое у него социальное положение какое место в обществе он занимает какие у него психологические проблемы комплексы зажимы или же это свободный гармоничный человек это все нам расскажет его речь его голос то как звучит голос говорят по одежке встречают провожают по уму я бы немножко перефразировала провожают потому как и что человек говорит поэтому это очень важно сейчас наше современное время говорить правильно четко и понятно и так в голосообразовании участвует все наше тело полностью и если вдруг есть какие-то зажатые части мышцы до в теле это тут же скажется на голосе если вы немножечко понервничали где-то поругались это тоже скажется на звучание если какие-то неполадки внутренние психологические допустим есть какая-то неуверенность до какой-то области то это тоже скажется на звучание скажется на голосе поэтому здесь процесс такой синтетический как психология так и физически мы работаем над голосом над звучанием естественно голосом необходимо заниматься потому что также как гиги занимаемся гигиеной лица тела также необходимо заниматься и голосом потому что это мышцы но представьте если допустим спортсмен выйдет на дорожку беговую не разогревшись что с ним будет он не пробежит за максимально короткое время допустим да как цель себе ставит и соответственно может что-то повредить наши голосовые связки это тоже две маленькие тоненькие мышцы которые нужно необходимо тренировать и разогревать перед какими-то переговорами и перед какой-то встречей обязательно необходимо разогреть голос так чтобы он звучал красиво так чтобы вы могли справиться со своим звучанием еще немаловажный момент это дыхание то есть спокойное диафрагмальное дыхание успокоит вашу нервную систему потому что прерывистое верхнее дыхание она еще больше возбуждает и соответственно возникает ком в горле невозможно говорить до возникает пропадает голос и уже справиться с этим очень очень сложно поэтому необходимо подышать необходимо немножечко привести нервную систему в порядок соответственно и подготовить свое тело для звучания сейчас мы с вами проделаем комплекс упражнений которые позволят вам наработать правильную опору правильное дыхание правильную артикуляцию правильное звучание скажем не правильное а красивое звучание голоса поработаем с вами с резонаторами то есть с этим комплекс этих упражнений вы можете выполнять где угодно и когда угодно домашних условиях на работе в транспорте причем никто не будет видеть чем вы занимаетесь при этом вы нарабатываете очень замечательное такое качество как правильная поставленная речь самое основное первое с чего мы начнем это дыхание если дыхание правильное то естественно вас и услышат и говорить вы будете четко и понятно поэтому есть несколько типов дыханий есть брюшное дыхание диафрагмальное грудное этим страдают очень женщины потому что они более эмоциональные и поэтому больше грудью дышу нас интересует как раз именно брюшное дыхание до диафрагмальное у мужчин чаще всего она правильно встречается я говорю потому что женщина у нас более эмоционально и для что такое диафрагма диафрагма это перегородка который разделяет грудную и брюшную полость при вдохе она у нас напрягается при выдохе подтягивается и выталкивает струю воздуха вперед проделаем несколько упражнений да поэтому я попрошу вас сейчас прилечь на пол так как это можно будет выполнять дома лежа на диване руки пожалуйста вдоль тела расслабим сначала до свое тело расслабим стопы ноги дайте пожалуйста команду такую да на расслабление шею плечи руки голова полностью расслабленное тело теперь приступим перейдем к дыханию сосредоточьтесь пожалуйста на вашем дыхании как у вас про происходит вдох понаблюдайте за этим что нам необходимо нам необходимо чтобы при вдохе живот немножечко приподнимался на выдохе опускался положим можете положить ручку на живот и проконтролировать вдох приподнялся животик выдох опускается вдох выдох для того чтобы это было удобнее нагляднее мы возьмем книгу вкладываем книгу на живот кладем книгу на живот ложите книжку на живот и сделайте вдох носом через нос обязательно вдох у нас через нос Книжка приподнялась, опускается. Теперь давайте сделаем это на счет. На счет 4 вы делаете вдох, 2 счета задержка дыхания и на 4 выдох. Итак, я буду считать, вы, пожалуйста, следите за книгой, которая поднимается, задерживается и опускается. Итак, вдох через нос, 1, 2, 3, 4, задержка, 1, 2, выдох, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Теперь попробуйте выдох делать через рот. Вдох через нос, выдох через рот. Такой небольшой струйкой, да, собранные губы и струйкой выдох через рот. Итак, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. И еще раз, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, закончили. Запомните, пожалуйста, эти ощущения, как у вас поднимается животик, да, как опускается. Задержка дыхания у нас для того, чтобы тренировать как раз диафрагму, чтобы дышать эту опору. Итак, сейчас мы с вами поднимемся, поднимаемся. Уберите книжки, пожалуйста, чтобы они не мешали. И теперь, стоя, запомним эти ощущения, да, как у нас происходит вдох. Можете держать руку на животе. Плечи остаются на месте, да, не двигаются у нас. Можно положить руку на животик и вдох через нос, так, чтобы животик у нас немножко так оттопылился, да. И выдох. Спокойный через рот. Еще раз, вдох. И выдох. Спокойный, фиксированный выдох. Еще раз, вдох. Выдох. Это должно все происходить естественно, без напряжения. У нас не напрягаются плечи, не напрягается шея. У нас свободно и легко все это происходит. Вот знаете, как детки маленькие дышат, да, когда только родились. У них свободно двигается животик. Вот это вот самое правильное дыхание. Вдох. Выдох. Хорошо, замечательно. Проделаем следующее упражнение. Называется расширяющаяся талия. Сделайте выдох, полностью выдох, да. Так, чтобы у нас соединились наши ручки, да. И при вдохе она должна у нас расшириться, раздвинуться. И выдох. Опять соединились. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Замечательно. Немножечко согнем ноги в коленях. Опустили руки вниз. И теперь следим, ребят, вот у нас спина. Мы следим за тем, чтобы у нас вот здесь раздвинулась, да, при вдохе. Опустились ниже, 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 чтобы чувствовать спина, да, вот здесь. И снова берем вдох. Фиксируем. Можно руками пощупать себя. И выдох. Вдох. Выдох. Выдох через рот, через струечку такой фиксированный. Вдох. Обязательно согните в коленях. Ноги в коленях, согните, да. Вдох. Выдох. Хорошо, замечательно. Теперь представьте, что вы вдыхаете аромат любимого цветка, да. Да, вот вам нравится аромат цветка. И вот вы всей грудью, вот полностью у вас заполнились легкие. И выдыхаете через рот струечкой такой, да. Проделаем. Итак, вдохнули аромат сирени. Не знаю, что вам нравится больше. Выдохнули. Если закружилась голова, прекратите выполнять упражнение. Вдох. Аромат цветка. И выдох. Сейчас мы работали в основном на вдох. Теперь будем работать на выдох. Представьте, что у вас перед вами чашка с кофе, с молоком. Да, или чай с молоком. И там пенка образовалась от молока. И вот вы пытаетесь ее сдуть, эту пенку. Итак, вдох. Помним о том, что он через нос, да. В животик спокойный, естественный. И пеночку отодвигаем. Такий порционный выдох такой у нас идет. Вдох и выдох. Хорошо, замечательно. Может быть с чашкой неудобно. Давайте представим, что перед нами три свечи. Здесь свеча, здесь свеча и здесь свеча. Мы постараемся выдохом распределить выдох на три свечи. Затушить огонь свечи. Итак, вдох. Спокойный, естественный. Хорошо, замечательно. Еще раз. Хорошо. Пять свечей. Один, два, три, четыре, пять. Распределить выдох на все пять свечей. Итак, вдох. Спокойный, естественный. Шея у нас свободная. Свободная, расслабленная, естественно. Спокойно двигается. Вдох. Выдох. Замечательно. Усложняем задачу семь свечей. При этом следите, ребята, чтобы у вас не зажимались кисти, не зажимались ноги, да, потому что любой зажим сразу же будет сказываться на голосе, на звучании, да, и, соответственно, на дыхании. Дыхание должно быть свободным, легким и естественным. Итак, вдох. Семь свечей. Хватает? Выдох. Еще раз. Хорошо, замечательно. Теперь непрерывный выдох. Вы постараетесь, знаете, как лазерным лучом, допустим, прорезать пространство. Начинаем, можете рукой, сможете рукой себе помогать. Начинаем с середины потолка, по стене и пол, да. Это будет один выдох, фиксированный. Фиксированный, значит, целенаправленный, да. Итак, берем вдох и разрезаем пространство. Пространство можно и по горизонтали разделить. Итак, поехали. Вдох. Один выдох. Без рывков, без всего, да. Хорошо, замечательно. Для того, чтобы видеть наглядно фиксированный у вас выдох, да, не вот такой, не трепыхающийся, для этого вам понадобится листок бумаги, который мы прикладываем к стене. Берем вдох и выдыхаем. Дыханием, то есть выдохом держим листок у стены. Хорошо? Возьмите листы, пожалуйста. Подойдите к стене. Вот, Кирилл сюда, Людмила сюда и Лиля сюда. Итак, можете, можете работать с животиком, то есть, как бы, контролировать этот процесс, да. Вдох и выдох фиксированный. Если вот так вот бумажка у вас трепыхается, значит, выдох у вас не концентрированный, понимаете, не в одну точку, да. А это очень-очень важно для звуковедения, для того, чтобы говорить долго, для того, чтобы говорить слышно. Держим, держим дыханием листок бумаги. Видишь, Кирилл, да, падает, потому что дыхание рассеянное, а нам нужно в одну точечку. Хорошо, замечательно, принцип понятен, да. Это нужно тренировать. Итак, заберу у вас листы. Встаньте, пожалуйста, на свои места. Мы с вами поработали на вдох, на выдох, да. Сейчас поработаем на диафрагму, чтобы у нас диафрагма разогрелась и хорошо работала. Итак, звук Ф. Поиграем в пульверизатор, да, такой, выдыхающий. Три коротких звука Ф. 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 Четвертый длинный, да, можно рукой себе помогать. Хорошо? Итак, поливаем цветочки. Очень важно, ребят, двигаться, чтобы не все время в статичном, да, положении, а работала у нас свободная диафрагма, чтобы не было никаких зажимов, потому что, еще раз повторяю, это все скажется на голосе сразу же. Итак, поливаем цветы. Угу. Обращайте внимание, как у вас работает диафрагма. Она двигается. Именно эти упражнения позволяют ей быть более, более такой, подвижной, да, потому что именно диафрагма нам позволяет, помогает в голосоведении. Угу. Хорошо, замечательно. Теперь будем пилить бревна. Представьте, что у вас пила в руках, да, перед вами бревно. Чем раньше вы начинаете пилить бревно, тем короче звук С. Чем глубже, тем длиннее. Хорошо? Итак, следим за диафрагмой. Хорошо? Она у нас работает активно. Итак, поехали. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с Хорошо, замечательно Летят у нас пули Знаете, игра детская такая Вот они играют Вот у нас пули летят С разных сторон Мы уворачиваемся и Озвучиваем их Давайте, работаем Сели, прыгнули Уворачиваемся, уворачиваемся Хорошо, замечательно А теперь у нас пулемет звучит Поехали Да, да, да Превращаемся в детей Дети делают интуитивно Очень правильные вещи Потому что они растут Давайте, давайте, делаем Они растут И быстро надо Формировать все Свои голосовые связки И дыхание Хорошо, замечательно Постреляли Итак, а теперь Очень веселое упражнение Собачка, да Лай собаки Вот пришел хозяин Домой И собака очень-очень Рада видеть его И виляет хвостиком И радостно Это очень важный момент Важный момент Что именно радостная окраска Начинает его встречать Приветствует Лаять Облаяла Вот хорошо-хорошо У нас работает диафрагма Именно на этом упражнении Три-четыре Поехали Замечательно Дело в том, что если будет окраска негативная Облаять Хозяин То голос звучит Во-первых, металл появляется И диафрагма не так активно работает Вот попробуйте Попробуйте для сравнения Гораздо активнее она работает При радостной окраске И именно это нам необходимо Хорошо, замечательно Еще раз повторюсь о том Что дети интуитивно все делают правильно И сейчас снова поиграем В такую детскую игру Как это назвать? Обозвать Называют они Может быть гул машины Звук такой Очень хорошо формирует Как раз таки выдох И диафрагмальное дыхание Потому что если вы дышите неправильно То у вас Не получится Понимаете? Это правильный как раз выдох Итак Попробовали А теперь, пожалуйста, напишите Огромными-огромными буквами Во весь рост свой Напишите имя Фамилию Отчество Вот таким образом Три-четыре Поехали Свободно-свободно, ребят Двигаемся Чтобы не было никакого напряжения У нас Ни в плечах Ни в ногах Ни в кистях Шея свободно Абсолютно Свободно работает Ну, я думаю, достаточно Это понятно Просто понятно Принцип, да? Что мы делаем? Хорошо, замечательно Заодно уже начинает у нас разогреваться Наш артикуляционный аппарат Итак, перейдем к нему Благодаря правильному дыханию И артикуляции Вас будет понятно Слышно Естественно С вами будет приятно общаться Да? В отличие от того Если вы пришли Непонятно Что мы говорим Как мы говорим Да? Итак Артикуляционный аппарат Попрошу вас Вытянуть губки вперед Хоботочек такой, да? Вытянули вперед и растянули в улыбке, зубы не видно Итак, пятачок, улыбка, пятачок, улыбка, пятачок, улыбка, пятачок, улыбка, пятачок, улыбка, пятачок, улыбка Увеличиваем темпоритм, давайте, пятачок, улыбка Быстро, 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 быстро Хорошо, замечательно Теперь наш пятачок-хоботок поднимем по вертикали вверх-вниз. Работают только губы. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Увеличиваем, увеличиваем, увеличиваем скорость. Вверх-вниз. Кирилл, Кирилл, работает у нас только хоботочек. Не челюсть, ты челюстью работаешь. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Хорошо, ребят, помним обязательно о том, что здесь у нас все свободно и расслаблено. Хорошо, замечательно. Теперь по горизонтали пятачок, хоботок наш. Право, влево, вправо, влево. Хорошо, вправо, влево, побыстрее, 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 побыстрее. Замечательно. Теперь по кругу наш пятачок, хоботок. в другую сторону. Кирилл, хоботок. Челюстью работаешь. Хорошо, замечательно. Теперь верхняя губа у нас идет за верхние зубы, закрывает верхние зубы. Нижние, нижние, верхние, нижние, верхние, нижние, верхние, нижние. Хорошо. Покусали. Покусали то верхнюю губу, то нижнюю. Покусали. Обе губы. Помассировали. Хорошо, замечательно. Сбросили. Сбросили то, что сейчас как раз делали. Язык. Разогреем наш язык, который как раз очень во многом тоже играет огромную роль в звукообразовании. Итак, вытянем язык вперед, такой змеей. По верхнему небу. Провели по верхнему небу корню языка языком. И снова вперед. Корню языка. Вперед. Корню языка. И еще раз. Корню языка. Хорошо, замечательно. Потыкали уколы. Потыкали в правую щечку, в левую щечку? По языку. Правая, левая, правая, левая. Хорошо. Проверили верхние зубы. Чистые они у нас, да? Проверили. Только верхние. Нижние. А теперь по кругу. Другую сторону. Расслабили язык, если он. Если эта мышца у нас напряглась, да? Корень языка, куда мы отправляли, корню языка. Подумали о корне языка, пустили туда расслабление, и эта мышца у нас расслабится. Хорошо. Замечательно. Разогрели наш артикуляционный аппарат. Приступаем к разогреву резонаторов. Резонаторы – это полости. Основными резонаторами являются гаймеровые пазухи у нас, лобная часть, трахея, бронхи. Вообще, на самом деле, резонирует все тело, то есть кости. Соответственно, огромное желание есть такое, чтобы полностью все тело, даже пятки резонировали. Тогда появляются обертоны красивые, тогда появляется звучность такая. Итак, сейчас на звук «М» спокойно, не надо кричать, все делаем очень спокойно и тихо. На звук «М» можете проделать точечный массаж, то есть разогреваем наши резонаторы. От переносицы к ушам, движемся от лба, от середины лба к ушам. Очень важный момент вы делаете и слушаете одновременно. Очень важный момент, зевок сохранять, да, немножечко зевочек такой. У нас раскрыто все, вот гортань там, да, отодвинуто, и такой полузевок. Полузевок, сильный зевок не нужен, да, полузевочек. Хорошо. Можно здесь постучать у нас, да, немножечко разогреть. Хорошо. А теперь как будто звук «М», но на самом деле и не звучит. Повыше, да, чтобы мы немножко повыше разогрели. Голос наш, и резонаторы «М», как будто бы «Ми», да, «М». Как будто звук «Ма». «М». А не произносится, но глубже «М», для того, чтобы разогреть грудные резонаторы, да. Можно тоже постукивать, постукивать. Продолжаем. Ребром ладони постукивать по ребрам своим, да, и тоже звук «М». Может быть «У». Так «М». 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 «М Верхняя губа. Звук посылается у нас в верхнюю губу. Все время помним про дыхание. Вдох через нос и на выдохе. А нижняя губа. Хорошо, замечательно. Нам понадобится линейка гласных. Запишем линейку гласных. Это звук И, Э, А, О, У, И. Итак, я попрошу со звуком М соединить эти гласные и на стоне. Вам плохо, у вас там что-нибудь болит. И вот стон такой. Три, четыре. Ну побольше, побольше постоним. Упор на звук М. Замечательно. А теперь позеваем. Вот для того, чтобы ототвинуть гортань, позеваем. И подтянемся. Начинаем. Три, четыре. Искусственно зеваем до естественного зевка. Естественный зевок появляется хорошо, замечательно. Все разогревается, все идет так, как нужно. Зеваем, зеваем. В разные стороны вверх. И в стороны, и вниз. Давайте, давайте, поработаем немножко и телом. Три, четыре. Еще раз. Ми. Мэ. Мэ. Хорошо, хорошо. Ма. Давайте естественный зевок, это очень хорошо. Значит, все делайте правильно. Му. Мэ. Мэ. Хорошо, замечательно. Теперь пропоем эти звуки со звуком М. Знаете, как такое оперное пение, такой напор, вдох. И представили себя сейчас все оперными певцами. И пропоем. Три, четыре. Мэ. 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 Хорошо, замечательно. Теперь постарайтесь широко открыть челюсть. Приблизительно на три пальца, да, только не надо вот пальцы, да. Открыть челюсть. Язык лежит у корней нижних зубов, расслабленный. Расслабленный, не задирается гармушка такой, да. Лежит свободный. Попробуем произнести вот так вот с открытым ртом, да. Артикулируя немножечко, да. Мэ. Хорошо, замечательно. Теперь рот широко открыт, но губами постараемся собрать такую трубочку. То есть... И вот в таком положении ми, мэ, ма. Три, четыре. Поехали. Мэ. 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 Ма. Му. Мэ. Хорошо, замечательно. Упражнение, которое хорошо и замечательно расслабляет нижнюю челюсть, потому что нижняя челюсть у многих людей зажата, да, и поэтому у нас звуки не совсем четко произносятся, да. Сейчас мы с вами поменяем звук «эн», да. Ни, не, на, но, ну, ны. Произнесем, вытащили язык, положили, да, на нижнюю губу. Таким образом произносим. Очень важный момент, ребят. Язык не за нижней губой, а на нижней губе. Да, он вывален, расслабленный такой, лопатой, свободный такой язык. Три, четыре. Мэ-э. Хорошо, замечательно Теперь звук В Добавим к этим гласным Ви, ве, ва, ву, ву, ви Хорошо? Покидаем, знаете, как мячик Ви Вперед, да? Ве Три, четыре, можете помогать себе рукой Как будто у вас в руке мячик И вот этот мячик, звук Летит туда, вперед, вот в стену Три, четыре Ви, ве, ва, ва, ву, ву, ви А теперь обе руки у нас действуют, да? И одно, и второе, то есть чтобы свободное тело было Три, четыре, поехали Ви, ве, ва, ва, ву, ву, ви Замечательно, кидаем, кидаем звук Три, четыре Ви, ве, ва, ва, ву, ву, вы Замечательно Добавляем звук з З, да Зи, зе, за, зо, зу, зы Хорошо? Начинаем снизу Начинаем тихо Заканчиваем на зы Вы должны подняться в самую верхнюю точку Поработаем над, так сказать, звуковысотностью Итак, начинаем внизу Как можно ниже И на звук И Зи, зе, за, зо И наверх Хорошо? Итак, три, четыре Поехали Зи, зе, за, зо, зу, зи На вокал переходите, да? Хорошо, ладно, ребят Может быть, сложновато сейчас показать два звука, да? Давайте тогда на звук В взлетает самолет Просто В Звук В Начинаем снизу вверх Хорошо? В верхней точке у нас руки поднимаются, да? Вниз идем, руки опускаются Хорошо? Итак, три, четыре Снизу вверх И вниз И еще раз Хорошо, ну мы еще над этим поработаем сегодня, да? Ребят, звук З Без гласных Зузит Камар у нас Зузит, да? То вверху, то внизу, то тихо, то громко Если хотите, я могу вам дирижировать, да? Вверх, вниз Итак, три, четыре Звук З Хорошо, замечательно Позуздали Перейдем к работе над как раз нижней челюстью, да? Если вдруг есть какие-то зажимы, недостаточно хорошо она у нас работает Итак, проделаем упражнение для как раз челюсти Жвачка 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 Активно очень, да? И так жуем, и так И на одной стороне, и на другой стороне Хорошо, замечательно Выдали челюсть нижнюю вперед И убрали Только свободно, ребят, без зажимов, да? Хорошо Упражнение верблюд Осторожно, ребят Огромная просьба, чтобы челюсть у нас все-таки осталась на месте Хорошо? Итак, начинаем Слева Направо Ага Осторожно, ребят, чтобы вот здесь ничего не произошло, да? Осторожненько Если по кругу не получается, можно из стороны в сторону просто, да? Тоже осторожно, ребят Хорошо? Это упражнение выполняется крайне осторожно Хорошо? Замечательно Теперь нам понадобятся согласные Согласные звуки, которые мы с вами сейчас напишем А вы будете мне подсказывать Б Г А, В А, Б, В В, Г, В Г Так Ой Г Д 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 К Н М М Угу Че-че-ш-я. Звук ща. Итак, используем согласный и звук А. Что мы сейчас будем с вами делать? Кукольная челюсть. Верхняя часть лица у нас остается на месте, а нижняя челюсть откидывается, как у куклы, знаете, как у щелкунчика. Откидывается вниз. Можно даже помогать себе рукой. Итак, БА-ЛА-ГА-ДА. Ну тоже осторожно, ребята. Хорошо? Три-четыре. БА-ЛА-ГА-ДА-ЖА-ЗА-КА-ЛА-МА-НА-ПА-РА-СА-ТА-ПА-ХА-ЦА. ЧА-ЧА-ША-ША-ША. Замечательно. А теперь нижняя челюсть у нас на месте, да? Чайничек. Такое будет у нас упражнение. Чайник. Нижняя челюсть у нас на месте, а скидывается верхняя часть. Держим. Итак, три-четыре. БА-ЛА-ГА-ДА-ЖА-ЗА-КА-ЛА-МА-НА-ПА-РА-СА-ТА-ФА-ХА-ЦА-ЧА-ША-ША. Хорошо. Замечательно. Постарайтесь как можно ниже опустить челюсть, да? Но фиксируя вот здесь. Контролируя. Здесь у нас такие вот есть трещечки такие, соединяющие верхнюю и нижнюю челюсть. И еще раз. БА-ЛА-ГА-ДА-ТРИ-ЧЕТЫРИ. свободная свободная нижняя челюсть откидывается падает падает просто свободно а теперь я вас попрошу проверьте пожалуйста свои ощущения нормально не откидывая челюсть вниз произнести эти звуки достаточно какие ваши ощущения вам легче легче свободнее да хорошо спасибо большое мы подготовили наш речевой аппарат к работе то есть мы проделали разминку мы сделали упражнение на дыхание разогрели его на диафрагму разогрели нашу диафрагму чтобы она активнее лучше работала мы разогрели наши резонаторы мы поработали с челюстью нижней до чтобы она у нас тоже разогрелась была более подвижна и активна и сейчас мы подготовили себя для работы для того чтобы звучать для того чтобы уже приступить к самому основному блоку над речью, работой над речью. Итак, в следующем занятии мы узнаем, мы поработаем с вами над скороговорками, мы поработаем с вами над сложными сочетаниями согласных, мы поработаем с вами над окрасками, эмоциональными окрасочками, мы поработаем с вами чуть-чуть коснемся орфоэпии. Субтитры создавал DimaTorzok